здравствуйте друзья вопрос неожиданный как в америке борются с храпом то есть вот такое ощущение что физиология человека здесь может быть не такая и он храпит по-другому а может быть наука куда-то дальше продвинулась там по части храпа ну я не я же не врач я знаю что это большая очень разносторонняя проблема то есть очень много причин по которым человек может храпеть но раз уж такой вопрос задан а как некоторые ограниченный опыт у меня есть и может быть он кому-то пригодится вот я тогда поделюсь значит я неожиданно с этим столкнулся когда какое-то время мы пару лет увлекались значит компанией никен такая с японской они занимаются вот там продукции для волос там у них там исторически они занимаются всякими биомагнитами то есть это магниты стельки в обувь с магнитами матрасы с магнитами подушки одеяло там там целый комплекс то много чего и водяная система у нас там и на накладки на кресло вот мы очень сильно пользуемся у нас весь дом потом не киней в офисе вы много чего держим ну просто потому что субъективно мы ощущаем как бы положительный эффект но что касается храпа значит когда я первый раз услышал что подушка некеновская с магнитиками встроенными способствует снижению храпа я как-то не отреагировал как-то мне это странно какие-то магнитики ну что человек храпит это же но неважно в общем потом я встретил познакомился с большим количеством людей которые говорят ой ты знаешь но их супруги говорят понимают не то чтобы храп уж совсем ушел но кардинально снизилась так сказать энергия вот этого процесса то есть стало намного легче выносить но у некоторых совсем пропало у некоторых просто резко упала просто от того что они спят на другой подушке значит тут есть еще одна тонкость дело в том что некеновская подушка года я боюсь соврать года два-три назад изменилась то есть они периодически вроде даже успешный продукт они его заменяют на другой то ли для того чтобы все кто там интересуется себе как-то новую прикупили больше продаж делать не могу сказать то ли они искренне убеждены что вот эта новая подушка представляет лучший технологическом отношении продукт на сейчас у них подушечка мягенькая там есть магнитики магнитики очень хорошие там хорошая технология новая с этими магнитами очень классно но подушечка мягенько а когда мы начали так этим увлекаться это было лет пять назад подушечка была жесткая я не скажу как кирпич но приближается к этому я специально сейчас найду фотку где-нибудь там на интернете и поставлю ее в заставочку к этому видео чтобы вы видели вот ту подушечку значит мы к счастью увидев что новая подушечка не очень соответствует нашему представлению потому что мы уже привыкли к этому времени спать на жесткой мы просто прикупили там я думаю что мы на ближайшие лет 10 там 15 обеспечены подушечками у нас их есть некоторое количество но она выглядит как обычная такая знаете эргономичная подушка такая принимающая форму так сказать вот и так далее но на самом деле она довольно жесткая и я дня три первые просто со слезами у меня было ощущение что я никогда не привык но я первую ночь там спал я боюсь соврать там два часа что-то так мне как-то это далось нелегко вот а потом я уже так привык я не могу ни на какую другую спать и я не только в магнитиков но там кроме магнитиков еще очень много разных технологических фишек и она еще и массирующие по ходу дела то есть там такие пупырышки и ты когда головой крутишь там вертишь и так и всяко заодно еще такой массаж происходит и пупырышки не просто пупырышки они такие многослойные там сделали именно именно к массажные они просто так торчащие кроме того за счет того что пупырышки тоже довольно как бы твердые и они в общем какую-то такую заметную длину имеют получается что под ними воздух и ни голова ни шея не лежат вот в теплом и облегающим они лежат в таком проветривающимся понимаете поэтому ты никогда не потеешь там на этой подушки ну то есть подушка обалденно даже даже помимо храпа но но вдруг выясняется что очень многих людей то есть видимо что-то вот у них такое было из-за чего они храпели на что вот эти магнитики сказываются влияют положительно поэтому я не могу сказать я бы не стал советовать пойди купить себе подушку если в америке живете кстати вы можете пойти на ebay и купить такую подушку за смешные деньги она может быть будет пользована иначе просто постираете там на облочку ей все вот если вы живете где-то еще я не знаю где купить но старого дизайна про новый дизайн ничего не могу сказать я я сам не пользуюсь в основном не из-за магнитных качеств а из-за того что она вот мягкая я уже не могу на мягкой подушке спать вот только из-за этого вот поэтому ну что сказать вот такая история поэтому если вы хотите попробовать может быть надо просто взять у кого-то в принципе эта компания работает как сетевой маркетинг поэтому если вы там где вы есть найдете дистрибьютора никиновского они есть повсюду и в россии и на украине сейчас есть никин вот и значит найдете себе дистрибьютора и скажете я хотел бы попробовать дайте мне подушечку там на недельку и если она пойдет подушка ну купите себя если вы видите что есть эффект обычный эффект чувствовать когда подушки больше нет вот пока ты спишь на ней и у тебя какие-то улучшения ты думаешь что это не от этого ты думаешь там еще что-то а потом как отдашь предметик там но не только подушку это разные предметы могут быть то есть ты не столько чувствуешь получение предмета сколько чувствуешь его отсутствие это неважно в каком плане это произойдет но он вам скажет тот рядом с вами спит он вам скажет про храп если дело в этом я знаю людей которые специально брали подушку чтобы убрать храп и мне помогало так тоже бывает вот где-то половина на половину примерно так на самом деле довольно хороший шанс что сработает такой вот рассказ